Правительством страны в период пандемии отрасль культуры была признана наиболее пострадавшей отраслью экономики. Несмотря на это, по словам министра культуры Забайкалья Ирины Левкович, задачи выполнены практически на 100%. Так, в 2020 году было капитально отремонтировано 13 домов культуры на сумму 166 миллионов рублей. Свою работу в 2020 году начали новый сельский клуб в селе Смоленко и культурный центр в селе Укурик. Также в прошлом году было закуплено 5 автоклубов для Александра Заводского, Красночекойского, Петровск-Забайкальского, Дульдургинского, Читинского районов края на общую сумму 23 миллиона рублей. Четыре кинотеатра получили современное цифровое оборудование. Еще для семи его закупят в 2021. Впрочем, на этот год планы министерства не менее масштабные. Конечно же, много мы будем в 2021 году уделять кадрам их повышению квалификации, их обучению. Сегодня, учитывая то, что мы столкнулись в 2020 году с вот таким резким переходом в цифровое пространство, мы понимаем, что у нас, к сожалению, есть такие села, в которых не умеют люди даже пользоваться компьютером. Нужно учить, нужно ехать к ним, нужно разговаривать, нужно выходить на более новый уровень работы. И мы теперь понимаем, что это было не единично. Мы теперь понимаем, что онлайн-работа, она никуда не денется, она останется и будет только прирастать и перерастать. По словам Ирины Левкович, в 2021 году будет усилено финансирование по национальным проектам. К примеру, если в 2020 на реконструкцию детских школ искусств было потрачено 133 миллиона, то на 2021 год заложено на 50 миллионов больше. Конечно же, мы будем ремонтировать, мы будем оснащаться, мы будем приобретать, мы будем улучшать материально-техническую базу с точки зрения и текущих ремонтов, и материально-технической базы. То есть, в принципе, работы намечены. Вообще, в целом, основная деятельность и наш упор будет построен на те направления, которые прокладывают дорогу зрителя на наши объекты, посетителя на наши объекты, детей, детские школы искусств, студентов, профессиональные образовательные учреждения. Вот это наша основная цель и посыл. Культура вообще – это все про людей. Все про людей и все вокруг людей. И самый главный показатель, самый очевидный показатель нашей деятельности – это востребованность среди населения. Также в приоритетных задачах – расширение географии онлайн-охвата, разработка и внедрение IT-проекта «Культура.зап» с системой цифровых продаж билетов, а также создание Совета по культуре и искусству при губернаторе Забайкальского края. Анастасия Шубина, Константин Васильев, РТК Забайкалье.